Утро доброе! Хотя, если вдруг вы решили поехать на автомобиле по Москве в 9 мая, в День Победы, то вряд ли он для вас такой уж добрый. Особенно, если вы плохо знаете город. GPS-то не работает. Как говорится, все ради вашей безопасности. А пока россияне готовятся смотреть по телевизору парад военной техники, я, как всегда, отправляюсь на железную дорогу. Вот это сюрприз. А сегодня мы начнем с Останкина, где я покажу вам электроосу ЧС-6029, который покрасили не в корпоративные цвета, а в заводскую окраску. Так электровозы красили при выходе с завода Шкода. Удивительная история. С одной стороны, они делают исторические окраски, а с другой, благополучно сдают в металлолом последний лупоглазый электроос ВЛ-10, который остался в живых. Ставим вместо него на постамент корпоративный ВЛ-10-15-15. Так, ну пусть у него будет такой пробег. Так, а у этого вот примерно столько он мог проехать. Так, этот съездил в Курск и обратно. Значит, у него пробег примерно вот такой. Так, а здесь нужно дату поменять. Все, более-менее похоже на правду. Так, последний электровоз. Ну пусть будет вот столько, он все равно в депо стоял. Готово. Рабочий день кончился всего лишь три часа назад, а я успел сделать и отчет по пробегам, и справку по комиссионному осмотру, и занес все фотографии в модуль комиссионного осмотра зданий. Осталось только отремонтировать рукоятку бдительности, трубку радиостанции и заправить 10 струйных картриджей на все депо. А также отправить вот эту штуку в депо Орел. И, наконец-то, можно будет ехать домой. Невероятно. Вернусь домой пораньше. Не в 11 вечера, как обычно, а в 10. Алло. Алло, это Московская дирекция тяги вас беспокоит. Отдел ремонта. В вашем депо у него установлен электровоз-памятник ВЛ-10. Нужен номер электровоза, который вы хотите поставить на постамент. Памятник-электровоз? Прекрасно. А какой срок предоставления информации? Когда вам это скинуть? А, это нужно вчера в 17.00. Пожалуйста. Обзвонить всех машинистов-инструкторов. Попросить каждого, чтобы он обзвонил всех своих машинистов, чтобы каждый из них прислал фотографию электровоза, на котором сейчас едет. Собрать все фотографии в одну кучу и посмотреть, как выглядит наш парк локомотивов. Перерыть все паспорта электровозов. Узнать, в каком году какой из них построен. И, возможно, поискать в интернете какую-то другую информацию, чтобы понять, какой из них действительно ценен для истории. Тх, бред какой-то. Это ж я тогда вообще домой не уйду. А какой бы электровоз выбрать в качестве памятника? О, 15.15. Вот ты и будешь памятником. Блин. Девятое мая. День Победы, друзья. Отличный день, чтобы почтить память наших предков, победивших фашизм. Чем же заняться в столь праздничный день? Наверное, посмотреть парад военной техники по телевизору? Или послушать речь верховного главнокомандующего? Интересно, что новенького он скажет на этот раз? Хотя нет, бред какой-то. Поеду-ка я в Манихино на большую кольцевую железную дорогу в Подмосковье. Послушаю пение птичек и все такое прочее. И, конечно же, посмотрю и покажу вам крутые поезда, господа. Итак, я приехал в Манихино. Вы бы и знать не знали об этом населенном пункте. Однако в железнодорожном сообществе он весьма известен. Потому что здесь проходит БМО. Большая Московская кольцевая железная дорога. Она предназначена для того, чтобы транзитные грузовые поезда не гонять через Москву. Чтобы они объезжали ее на почтительном расстоянии. При этом здесь довольно красивые места. Здесь много холмов, лесов и, разумеется, чудесное пение птичек. Да и грузовые здесь ходят неплохо. А еще здесь можно встретить электричку R2R. Рижскую, которых в России осталось так мало, что можно по пальцам одной руки пересчитать. Небольшая тропинка через лес и дачные участки. И я выхожу на платформу 165-й километр. Объект паломничества для железнодорожных любителей Москвы. Просто посмотрите, какой здесь пейзаж. Уже сейчас я еще даже не вышел на железную дорогу. А уже можно видеть какие-то невероятные холмы с невероятным ручьем. И с покрышкой. Покрышка? Что? Как она сюда оказалась? Она же тяжелая. Кто-то ее сюда приволок и сбросил сюда. Правда, сюрприз. Мои планы резко поменялись. И я оказался не на 165-м километре андрическом направлении. Московской железной дороге. Около платформы Троицкая. Сейчас здесь поедет туристический поезд. Так называемый поезд Победы. А интересен он тем, что его возят паровозы. И американская разведка подсказывает, что сегодня это будет паровоз П-36. Так называемый генерал. Только что проехал первый сегодняшний поезд. Электричка ЭП-2Д 0031. Поскольку мы сегодня фоткаем втроем вот с этими, у нас получились примерно одинаковые фотографии. Так, у меня получилась вот такая прекрасная фотография. Что у тебя? Ну-ка, показывай. Так, а у тебя? Эй, фокусируйся. Найдите, если не 10, то хотя бы одно отличие. А это Влад, автор канала Метро Жизнь. Подписывайтесь, у него есть интересные видосы про московское метро. Влад, почему ты фоткаешь поезда? Рассказывай. Наверное, потому что это красиво, это круто. Всегда можно сфоткать интересный локомотив, интересный поезд. А это Никита, но у него нет канала на ютубе, поэтому просто послушайте, что он нам скажет. Давай, Никита, рассказывай. Ну, собственно, меня зовут Никита, как мне могут даже знать в инстаграме. Shadow Transport. Я фотографирую поезда где-то с года уже 20-го. Первый раз вообще моя железнодорожная вылезла, как бы это была на БМО в Кубинку. Что круче, ЭП-2Д или Иволга? Круче всего это 2Т116. Ладно, но ты хотя бы скажи, что лучше, ЭП-2Д или ЭП-2Д? Конечно, ЭП-2Д, потому что они ездят до ЭП-2Д, и я люблю ездить на ЭП-2Д, они на всяких грязных кастрюлях, которые отслуживаются Тепураменским так, что проще ездить на машине. Да, поэтому лучше ЭП-2Д, чем всякие ЭП-2Д. Грузовой поезд с электровозом ВЛ-10У-942, 1983 года выпуска. Электровозы ВЛ-10У строились в Новочеркасске, а также в Тбилиси. На сегодняшний день они постепенно выводятся из эксплуатации. Блок ЖД-фотографа. Не слишком интересные и не очень полезные факты об электровозах. Нас обманули, расходимся. Паровоз оказался без состава. Только что вы могли видеть паровозы П-36. 0027 и 0110. Паровозы П-36 выпускались с 1950 по 1956 год на Коломенском паровозостроительном заводе. И они стали последними паровозами, которые вообще выпускались в СССР. На сегодняшний день на пространстве бывшего СССР сохранилось 17 паровозов П-36 в качестве памятников, а также 12 действующих паровозов, которые водят туристические поезда. А это, друзья мои, рижское направление Московской железной дороги. Ветка, которая начинается в Москве, на Рижском вокзале, вот так сюрприз. И ведет в Ригу. Какая неожиданность. Проходит она через такие города, как Волоколамск, Ржев, Великие Луки. И далее уже идет по территории Латвии. Какие же поезда можно встретить на рижском направлении? Из пригородных здесь есть и Волге, которые курсируют между Нахабиной и Подольском. На дальнее расстояние здесь курсирует ЭП-2Д. Это вплоть до Волоколамска. А что касается грузовых поездов, то они появляются только после станции Манихина, где рижское направление пересекается с кольцевой железной дорогой. Здесь можно встретить все локомотивы серии ВЛ, что не слишком интересно, а также тепловозы 2Т-116, компания БТС. До пандемии коронавируса здесь ходил поезд Москва-Рига, Латвия с экспрессис. Прекрасный рыжий состав, который ехал ночью и удобно приезжал в Ригу. Но после пандемии этот состав был отменен. А когда она закончилась, его так и не возвратили. И, судя по мировой обстановке, вряд ли он когда-то появится опять в ближайшем перспективе. Ну и еще один поезд, который до недавнего времени был здесь, на рижском направлении, это Москва-Псков. А в некоторые дни он ходил до Великих Луг. Но после закрытия Рижского вокзала, поезд перевели на белорусское направление. И он стал ходить через Вязьму. Рижского вокзала так смотрим фотки дубль 2 показывать пацаны о крутая фотка а у тебя что вышло крутая фотка а у тебя что вышло о крутая фотка а у тебя что вышло а следующий же я точно но у меня получилась вот такая фотография уже сразу с обработкой рижское направление интересно тем что она электрифицирована только до станции шаховская подачи начинается тепловозной линии в сторону ржева и далее на ригу там работают локомотивы октябрьской железной дороги при этом смена тяги происходит не по шаховской а по волоколамского поскольку там находится пункт обслуживания локомотивов таким образом между волоколамском и шаховской грузовые поезда едут под тепловозами несмотря на то что там есть контактная сеть используют эту контактную сеть только пригородные поезда 2 из 6 мы их не ждали а они пришли 2 из 6 теперь и на бумажке тоже 2 из 6 опять 2 из 6 так а мы с этими милыми господами приехали опять на платформу 165 километр туда же где и начиналось наше сегодняшнее видео и откуда мы спешно убежали пацаны ну шо как вам сенара это вот и представитель железнодорожного сообщества которые так обожают приезжать на 165 км объясни пожалуйста моим зрителям почему вы все так любите 165 км я кстати тоже обожаю сюда приезжать в первую очередь в основном сюда люди едут из-за того что тут постоянно ездит 2т 116 синий и черный и плюс ко всему это легкодоступное место до которого можно добраться на бомо давай волос рассказывай почему тебе нравится приезжать на 165 км ну в целом живописное место я почти все манихин обошел все ветки и уже проходил до в кино он дальше если идти в сторону в кино будет живописные мосты над рекой истра где можно делать достаточно крутые фотографии да и в принципе участки тут красивые ну и добираться легко хоть я и живу в равенском подводя итог можно сказать что бмо в манихин на 165 км привлекает людей доступностью сюда довольно легко добраться интересными локомотивами а также средняя интенсивность удвижения потому что не так уж интересно фотографирует на железнодорожной линии где поезда ходит раз в пять минут никакого азарта в этом нет вот такие вот дела правильно я говорю рекомендую к высечению 10 r2 10 17 10 сегодня что-то сверх интересное приедет посмотри мы сюда приехали в четвером и вот еще четверо 8 человек на 165 км что происходит сейчас поедет зеленая круглая что такое почему не все к электричке пришли а это мы узнаем ближайшие несколько минут зеленый vl-11 это конечно шикарно неужели ради него сюда приехали эти четверо я еще трое ребят со мной вот такое оно железнодорожное сообщество причем вы удивитесь но я никого из них не знаю по крайней мере из вот этих четверых а Вот такая страшноватая электричка работает сегодня на БМО. И сейчас я попробую у нее вскарабкаться. Конечно, электричка старая и довольно грязная. За ней бы поухаживать. Ну, за что я обожаю старые электрички, так это вот за эти окна. Шикарный видок. А какой приятный ветер дуть в лицо при открытом окошке. На БМО сегодня работает электричка ЭД2Т-0043. 1997 года выпуска. А выпускались эти поезда с 1993 по 1999 год. И всего их было построено 54 штуки. Большинство из них поступили на Московскую железную дорогу. Но также их можно встретить и во всей остальной части России. И в Украине. Довольно интересно, что поезда ЭД2Т были спроектированы еще до распада Советского Союза. На Рижском вагоностроительном заводе. И обозначались Р24. Но когда Латвия обрела независимость, производство было перенесено на Демеховский машиностроительный завод. Таким образом, поезда получили обозначение ЭД, что и означает электропоезд Демеховский. К сожалению, этот электропоезд находится в отвратительном состоянии. А во всяком случае, покраска ему бы явно не помешала. А электричка привязала нас на станцию Манихина-2 и тут же уехала. Я-то планировал сейчас на ней уехать на Манихина-1 и сесть в московскую электричку. Но, видимо, я застрял. Поэтому предлагаю вам полюбоваться этим ВЛ-11 в корпоративных сетах РЖД. Не самый интересный локомотив. Манихина. Это скромный железнодорожный узел в Подмосковье. С чудесными лесами и прекрасной природой. С красивыми пейзажами и интересными поездами, конечно же. Куда мы приезжаем не столько, чтобы пофоткать, сколько, чтобы просто отдохнуть от городской суеты. А если приедет какой-нибудь 2Т116, то это станет приятным подарком и хорошим дополнением к хорошему дню. Рекомендую к посещению. И, конечно же, ставлю 9 бомо-шных шестивагонных электричек из 10 этому месту. Одну электричку снял, потому что все-таки здесь ездит слишком много локомотивов в корпоративных сетах РЖД. Крячь. С вами был Игорь Абросимов и блог ЖД Фотографа. Смотрите другой контент на моем канале. И увидимся с вами скоро в следующем видео.